Аннелиза Михель известна тем, что по мотивам ее жизни были созданы фильмы «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Реквием». Страдала нервными заболеваниями 16 лет до самой смерти в 1976 году. Причиной которой, по крайней мере косвенной, считается ритуал по изгнанию дьявола. Ее родители и два священника, проводившие ритуал, были позднее обвинены в неумышленном убийстве. Изгнание проводилось пастором Арнольдом Ренцем под идейным руководством епископа Йозефа Штангеля. Несчастную девушку морили голодом, истязали, не давали спать по несколько суток подряд. Изуверство закончило смертью девушки. Очистившаяся от сатанинской силы душа Аннелизы, сказал пасторе убитым горем родителям, покойной, вознеслась к престолу Всевышнего. Некоторые люди считают, что она и в самом деле была одержима дьяволом. Родилась Аннелиза в 1952 году, в небольшой деревушке в Баварии. Ее родители были очень религиозны, что отразилось на ее воспитании. В 1968 году у нее начались сильные эпилептические припадки. Лечение психиатрической клиники не дало никакого положительного эффекта. Более того, там у Аннелизы началась депрессия. Кроме того, священные предметы вроде распятия и церкви начали вызывать у нее сильные отвращения. Она начала считать, что является одержимой дьяволом. Неэффективность медицинской помощи только укрепляла эту уверенность. Ей назначали все новые препараты, но безуспешно. 1 июля 1976 года, в возрасте 23 лет, Аннелиза умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти послужили обезвоживание и недоедание, от которых она страдала в течение многомесячных циклов и знания бесов. Предлагалась еще одна гипотеза, согласно которой смерть была вызвана побочными действиями препарата кармамазепина, который она принимала в течение нескольких лет. В 1969 году 17-летней немке Аннелиза Михель врач поставил диагноз «эпилепсия». Хотя электроэнцефалограмма ничего не показала, лишь после смерти Аннелизы в 1966 году всплыл ряд странностей, и то благодаря не менее странному судебному процессу. Несмотря на то, что вскрытие также показало отсутствие признаков эпилепсии в мозге и смерти от обезвоживания и истощения, виновными продолжали быть двое священников и родители Аннелизы, которых не допустили к эксгумации. Что же заставляло Аннелизу крушить священные реликвии, крутить головой вправо-лево с быстротой сменяющихся кадров и есть пауков и мух и уголь? В 1968 году произошел, в общем-то, безобидный инцидент. Аннелиза из-за спазма укусила себе язык. Через год начались непонятные ночные приступы, во время которых тело девушки теряло гибкость, появлялось ощущение тяжести на груди. А из-за дезортии, утраты способностей говорить, не удавалось позвать ни родителей, ни одной из трех своих сестер. После первого же приступа Аннелиза почувствовала себя такой вычерпанной, что не нашла силы пойти в школу. Однако, подобное какое-то время не повторялось, и Аннелиза даже иногда играла в теннис. В 1974 году поведение Аннелизы крайне изменилось. Аннелиза начала слышать какие-то странные стуки, а затем пришла к мнению, что ею овладел демон. Подозрения появились и у окружающих, ведь кроткая Аннелиза начала бояться церковной символики и отказываться пить святую воду. Врачи пытались лечить девушку традиционными средствами, но никакие таблетки и препараты не помогали. Ей становилось только хуже. Во время припадков она уже срывала себе одежду, пыталась поранить себя и окружающих. Родители пригласили священника-экзорциста Арнольда Альта. Чтобы провести обряд экзорцизма, требовалось одобрение со стороны Ватикана. Но пока церковь раскачивалась на разрешение, Аннелизе стало еще хуже. Ей священник без согласия церкви решил начать обряд. Во время чтения Розариев ей слышались угрожающие голоса. Пару дней она провела под столом, лая на окружающих как собака. И вылезла только после того, как именем Отца и Сына и Святого Духа священник призвал демона покинуть девушку. Это казалось лишь временной мерой, и за 9 месяцев, внимание, Аннелиза прошла около 70 обрядов изгнания дьявола. Все закончилось внезапно. Отходя ко сну, девушка попросила мать остаться с ней рядом. Утром врачи констатировали ей смерть. Аннелизе было всего 23 года. И хотя официальной причиной смерти были названы истощение и обезвоживание организма, считается, что она действительно была одержима. Доказательством тому служат предоставленные суду записи экзорцизма, на которых девушка вырывалась так сильно, что ее приходилось удерживать троим взрослым людям. А на прикосновение священников требовало убрать руки, потому что они жгут как огонь. Я предлагаю вам прослушать небольшой фрагмент одной из аудиозаписей, которая сделана во время обряда экзорцизма над Аннелизой. Доказательством. 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 Субтитры создавал DimaTorzok